Возвращаемся мы в игру и снова здравствуйте, снова добрый вечер с тем кто не здоровался, тем кто только что присоединился к нашему эфиру, вторая игра между командами HFZ против TeamKZ, пока мисс 1-0 в пользу команды TeamKZ, только что серия из Best of 3, вторая игра за выход в финал открытых квалификаций на Epicenter XL. Баны уже завершились, первая стадия банов уже завершилась, нагу убрали, да, очень сильно мешала нага, убрали TeamKZ, убрали Брюмастера, первый пик был у них и соответственно они не стали убирать здесь OmniNight, и OmniNight сразу же забирают. Тинника убрали, уже HFZ в этот раз, Клакверка и Инчу убрали, полагаясь на то, что скорее всего они тоже могут забрать OmniNight, но не тут-то было. Бэйн появляется у нас в команде HFZ и сразу же TeamKZ, скорее всего. Нет, это Дум, да, Дум, неплохая гантра против OmniNight, Даггер, Дум, в принципе, тоже неплохо заходит. И Таск появляется у команды TeamKZ, вторая стадия банов, открывает ее HFZ. Ну, кого уже забанят на этот раз, кто же вам сильно мешал в прошлой игре, возможно ли это Terrorblade? Ну, банить кор-героев, ну, очень тяжело. То есть в плане того, да, вот надо банить именно таких коров, которые могут реально сильно изменить ход игры. ЦК, Terrorblade, Razor убрали ребята из TeamKZ, да, понимают, в бэйн плюс Razor, довольно неплохая комба. Так, и четвертый, пятый бан от команды HFZ, обдумывает у нас кант насчет этого. В принципе, Turbo тоже как драфтер неплохо себя проявляет, возможно, есть, возможно, помогают ребята, конечно, в целом. Да, Terrorblade должны убирать, вот реально очень сильно мешал, вроде бы хиксанули, вроде бы столько его били и все дела, но этого оказалось мало, он прожимает БКБ, нажимает Сандр и он фуловый. В прошлой драке, в прошлой игре, точнее, рядом с Рошаном, если кто наблюдал, это очень сильно зарешало. То есть в тот момент, когда его вроде бы похоронило, похоронили, ну и в этот момент он воскресает, грубо говоря, как Леорик. В Race King, точнее, в Race King, ну, был ли он лишним? Нет, в Race King, скорее всего, больше бьет точечно героя, то есть вот в этом плане, то есть ему надо блинкануться, кинуть стан и грызть саппорта. Все, что сейчас он мог в драке вливать, это то же самое. В тот момент, когда он убивает саппорта, он уже не доходил до других персонажей. Там в форме-то Б нарезал очень больно, с руки наваливала еще Templar. Однако, Свен, возможно, смотрелся бы более эффективнее, чем тот же Леорик, но не знаю. Ликана убрали, Тимки и Зет, и сейчас обдумывают свой третий пик, ХФЗ. Ну, показали уже своих коров, своего оффлейнера, и сейчас будут добирать четвертую позицию, скорее всего, ромящего героя на Гуза Банни или Тотсен Кинг. В принципе, неплохо заходят вместе с Бейном. Часто пользуется, как бы, эта связка популярностью в Бэйнс и Кинг. Но есть еще такие персонажи, как Шейкер. Ну, Шейкер, не знаю. Чересчур, по-моему, такой медленный, может быть, персонаж, который передвигается по карте. И появляется Найт Сталкер. Да, нужен был мобильный герой. Это Найт Сталкер. Да, Дум, Фир. Очень много сейчас. Плюс еще Найт Мэйр, да. И сразу же появляется у нас Фантом Лайсер. Все. И вот контрите. Как хотите, пытайтесь контрить. То есть казахи на данный момент любят играть через вот таких персонажей, которые умеют делиться на иллюзии. Тот же ТБ, тот же ЦК и Фантом Лайсер. Берут сигнатурок и все. Играют. Ну, надеюсь, в этот раз... И сразу же, да, вот появляется Свен. Хорошая контра. Но был еще такой персонаж, как Гирокоптер. Абсолютно шикарно контролит, наоборот, Фантом Лайсера. Мне больше нравится Гирыч в этой ситуации. Но Свен так Свен. Свен может больно нарезать подоль той Бэйна. Ну, плюс Дум тут может, в принципе, неплохо влетать в драку на Умни Найта. Хороший пик сейчас у команды ХФЗ. И четвертый пик команды Тим Киезет. Они уже должны набрать себе саппорта. То есть они не показывали сейчас... Именно показали Умни Найта. Пятерочка. Вряд ли пятерка. Скорее всего, оффлейновый Умни Найт. Фантом Лайсер уже у нас в кэри будет одеваться. Таски бегает по карте. Ну, да, саппорта должны сейчас добрать и оставить последним пиком мидера. Винтер Виверна? Нет, Арквардена не забирают. Они понимают, что могут сейчас потом добрать себе Винтер Виверну. Надеюсь. Или Джаки Роса того же могут добрать. И Аркварден появляется сразу. Все их коры, все карты раскрыли Тим Киезет. И показывают, что своих сильных героев будут отыгрывать. Очень неплохо, в принципе, отыгрывать на нем ТА-2000 на Арквардене. И забанили они Дизраптора. Да, понимают, что остался последний саппорт. Но против Свена больше, по мне, как саппорт, наверное, Винтер Виверна. Там, по душе, вот. Но. Смотрим, что произойдет. Сейчас должны забанить ребята Мидера, Тим Киезет. И добирать себе саппорта уже. А думаю, сейчас вот. Забанить надо, скорее всего, Пако, Квапунда. Пако убирают. Очень сильно мешал в прошлой драке. Очень мобильный персонаж и очень живучий. И Джаки Рос, да. Что-то вроде этого. Джаки Рос или же Винтер Виверна должна была появиться. Один из этих двух драконов. И, пожалуйста, Твинхед Драгон. Техед Де. Залетает у нас последним пиком. Тим Киезет закрывать сейчас будет свой пик. ФФЗ. Кант обдумывает своего мидера. Кто хорошо стоит против Арквардена. Он довольно неплохо должен еще при этом стоять. И при этом выживать под ромящим таском. Ну, не знаю. Мне лично в голову только Квапа приходит. Шторм Спирит. Ну, в начале ему будет очень тяжело, конечно. В мидгейме и в верлигейме он не так уж сильно смотрится. Вот Квапа, скорее всего. Нет. Это все-таки Тинкер. Да, немножко жадный пик получился сейчас у команды ХФЗ. Ну, в любом случае. Желаем удачи обеим коллективам. Пока мисс 1-0. Счет в пользу команды Тим Казахстан. Пройдусь по составам. Джокируем у нас Турбо. Найв играет у нас на Арквардене. Би-7 Фантом Лансер. И Годдем у нас Таск. Мартис на Умни Найте. Уж будет в миде стоять на Тинкере. Мариачи будет фармить нас Вейне. Бегает по карте у нас. 64-0. 63-04. Киоши у нас в Думу. Какой красивый Дум получился. И Кант у нас на Бойне. Давно я не видел такого сета. Красивый сет на Думе. Опять пауза ставится, дабы Григ нет. Пока паузы нет. Тут ждем Канта, пока он сделает свой пик. Да, вот. Добирает своего героя. Бэйн. Омни Найт. Дум Туск. Фантом Лансер. Найт Сталкер. Савен. Аркварден. Джеки Роз. Тинкер. Вторая игра серии Best of 3. Победители. Если же будет Тим Кизе, то они проходят дальше в финал. А если в случае побеждает ХФЗ, играется третья решающая игра в этой серии. Открытые квалы 4 будут. Ну, на сайте эпицентра написано, что будут. И будут они 10 числа. И поехали. За сторону Дайр у нас начинают ребята из команды ХФЗ. Есть смоки. Есть 2 варда. Всей толпой уже выдвигаются в нижний лайн. Скорее всего будет небольшая вылазка на руну. Ну и ответная вылазка у команды Тим Кизет. Вот смоки тоже есть тут узко. Кто кого одолеет здесь в этой ситуации. Рисует по карте у нас Бэйн что-то. Типа туда-сюда нажимаются смоки. Будут пытаться выйти за спину. В пятером ждут сейчас на этой руне. Могут спалиться. Свен может спалить всю эту движуху сейчас. Нет, не спалил. И все-таки за спину проходят. Вот это начало игры. 4 в 5. Смоки прожимаются. И Бэйн спадает с них. Смок закрывает здесь шардами. Сами себя оставили. Одного фантом лансера. Бедолагу на сей день. Пятерым ребятам. И фраг достается опять Канту. Не оставили они фраг. Здесь ужасный шардами закрылся. Сейчас Туск. И Аркварден может подставиться. Ну, нечем догонять, в принципе. Тауэр не достает. Раньше здесь нельзя было вот так проходить. И Джекирос через другую сторону проходит. Две ровны достаются сейчас Омни Найту. И две ровны забирают себе Тинкер. Прокачал он сразу за Маршей. Но, возможно, его заставили это сделать. Омни Найт. Пока ничего не стал закупать. Поприветствовать сейчас друг друга, ребята. Да. Забирает рейнджевого крипа. Есть Брейн Сап. Есть Перефикейшн Омни Найта. В миде у нас нападение над Тинкером. Тинкер съедает. Тангусик. И Дума немножко агрит. Дум прокачал, кстати, Инфернал Блэйд. Неплохо, в принципе. Наваливает сейчас руки. И больно сейчас. Good luck, have fun. Пишет Тинкер. И стоит спокойно в миде. Have fun. Так, у Мальтиса небольшие проблемы. Отгоняет его сейчас. Немножко в лесочек заставили, чтобы он прожал. Очень сильно хочет взять сейчас второй левел Мальтис. Но он его получит в любом случае. Если далеко не уходить. И БС-7 напрягают. БС-7 очень больно напрягают. Второй левел есть. ДД Ганауров первый прокачан. Брэйнсап был прожат. У Канта могут быть проблемы. Нет, у него есть сапоги. И он сразу же покупает себе первым мейтомом сапоги. Понимает, что против Омни Найта нужен Молв Спид. По крипам. Почему? Вот так, да. И нападение на Тинкера. Сейчас по нему еще и Спарки ударят. Работает еще и Флаг. Скорее всего его заберут. Должны его забрать. С руки дотыкать. На Нейтралов идет. Пытается сливаться. Получается, уши заданяются на Эншентах. Не отдает фраг. При этом ребята не получают ни единицы опыта. Хорошее решение от Тинкера. И напрягают здесь Дума. Ребята вдвоем из Тинкейзет выходят за спину. Сейчас у нас Бейн Мантису. Мантис особо не боится. Но с руки очень больно бьет. Еще и Брайн Сапом сгрызает небольшое количество хитпоинтов. С руки очень больно бьет. Да, 65 урона в среднем. У Найт Сталкера ДД. С руки тоже очень больно бьет этот персонаж у нас. И с Сапогом нет. Он с ОРБ Феномом. Пытается драться на развороте. Ребята, заканчивается эффект ДД. Немножко проседает по хп. Хилки-то нет. Придется ему отойти до базы сейчас. Да, отгоняют ребята. Понимают, что, видимо, прокликали. Нету хп. Так. Кант отправляется тоже на базу. И покупает он смоки на базе его. Он ждет своего тиммейта. Вместе с ним, скорее всего, выдвинутся румить. Как раз скоро наступит ночь. И первые смок-вылазки будут реализованы от команды ХФЗ. ХФЗ. Помогите. Чем тебе помочь? Уходит он в леса. Понимает, что ему очень тяжело стоять сейчас на лайне против Арквардена. Которого с руки очень 70 наяривает. И приходится ему отходить в леса. Плюс здесь есть Таск, который сильно мешает. А внизу вылазка на Дума. Дума могут ли забрать. Но могут в ответочку сейчас забрать В7. В7-а ферстблат достается. Не ферстблат. Это уже второй фраг для команды ХФЗ. В7-а разменяли. И хорошие шарды. Но этого мало. Взлетает у нас Найт Сталкер. И, скорее всего, заберет здесь еще и Джеки Роса. Джеки Роса забирают. Бежит на Думу. Но Дума-то есть сапог. И не догонят. Безответная такая. Разменочка вышла. В пользу команды. ХФЗ показывает, что здесь есть Лерикен. Не стоит бежать на Ит Сталкеру до базы. И лучше взять Эрикен и оставаться на лайне. Возвращается Джеки Роса у нас на лайн. 0-3. Тысячу голды преимущество сейчас у команды. Работяк. Тинкер возвращается в мидл. Нафармил себе он с Олринг. Не стал рашить Боттл. То есть понимает, что лучше. Немножко сейвово играть. Реген лишний не помешает. И опять отходит в леса. Здесь уже Дум фармит. Нет, он стакает. Здесь стакает для Тинкера. Тинкер далеко отошел, чтобы... Да, попытаются здесь они. Прожимают Шрайн. Наверху у нас тут немножко драка. Тотворится проблема сейчас у Омни Найта. Закрываются хорошими Шрайнами. Заслипались сейчас. И Мантис выживет. Все-таки успевает перификейшн нажать. У Канта нету сейчас больше сна. Ну, есть Брейн Сап. Проблемы сейчас у Тузка. У Тузка есть Сноубол. Закрывает он сам себя. Не успел Шарды дать. Можно было какие-то... Ну, не знаю. Сейвовые Шарды дать под себя. Думаю, все отлично. У него есть уже Брейсер. Скоро будет уже Барабаны. Так, а вот Арк Варден нападает в Соло. И, скорее всего, будет фраг для него. На Тинкере делает, оформляет первый фраг для команды Тим Киезет. И делает его Арк Варден. И сразу же нападает на Тауэр. Еще 1500 голды. Скоро будет у него Даггер. Знаете, Сталкера внизу все-таки достали. Добили вдвоем. Ребята из команды Тим Киезет. Но у Би Севена ХП проседает. Нажимает он стики. Выживает в этой ситуации. Земля под ногами горит. Все-таки добивает землей. Дум. Догорел у нас Би Севен. Возвращается у нас Найт Сталкер. Ночь еще работает. У Дума скоро появится 6-й левел. И апнет он себе ультимативную способность. Джекки Рост прячется. Прячется в лесах. У него сапога-то нету. Далеко от Найт Сталкера не убежишь. Плюс еще и сапоги есть. И выходит у нас Найт Сталкер Мид. Так, нападает на Дума. Дума 6-й левел. Земля в КД. Ну и есть Тастомп от Кентавра Лесного. Так, не получилось закрыть сейчас. И хороший. Сейчас и выйдет. Брейн сапог. Тускару. Тускар добивает все-таки. Нет, ТА-2000 добил сурки. Здесь у нас Бейна. Бейн хороший фраг. И все-таки сбивает. ТП-аут сейчас. Дальше шардами закрывается перед собой. Не дает сделать фраг. Найт Сталкер. Неудачная вылазка. Все-таки разрушил все эти планы. Туск. И в миде до сих пор неплохо. В 200 голды и 300 голды уже будет у Арквардена. Мидасик. А это означает, чем раньше мидас появится, тем больше начнет набирать обороты он. У Свена-то, кстати, проблемы. А, он в лесах ушел, в лесах фармил. 65 крюков у него почти. Масков Мэднес. Не хватает чуть-чуть. До Масков Мэднеса. И вот здесь сейчас за излишнюю наглость могут наказать сейчас ТА-2000. Переагрил сейчас он иллюзии своей. Слип. И на развороте пытаются развалить кабину Дума. Дума, скорее всего, здесь упадет. Работает ультимативная способность. Но, скорее, здесь находится рядом. Умнинайт и отхилит всю потраченную жизнь единиц в этой драйке. Умнинайт и сломал. Нашел все-таки Тусквард. Есть Хэнд оф Мидас. Курица, как только долетит, уже будет Мидас у Арквардена. Аркварден сразу же идет реализовывать свой. И здесь могут... Разменяются. Да, разменялись саппортами, ребята. Ну, дальше что? Дальше отпустят ли? Да, отпускают Бейна. Бейну с полтопаут сделать. Вот если бы не успел, то был бы неплохой размен. Но умнинайт уже седьмого левела. Есть Аркантапки, есть Солринг. Особо он никого не боится. А вот здесь могут быть проблемы. Сейчас у него перификейшн. Он нажимает, убегает. Не дает зафармить небольшой стак. Нет, он все-таки зафармит. Приходит сюда еще. И сейчас Джекки Рос видит всю эту движуху. По-моему, Свен. Свен должен уходить. Нечем ловить. Не достанет Айс Басман, конечно же. Давайте переключимся на Нентворс. И видим, что уже реализовал дважды. Хэнд оф Мидас. Сейчас Аркварден. У него 4 800 Нентворса. 4 400. 4 500 у Свена. Дальше уходит в леса. За ним идет у нас Би-7. Немножко отстает. Но он будет догонять. Будет он делать диффуза. В вчерашней игре он делал Battle Fury. Хотя немножко изменили. Работа Battle Fury на иллюзиях. Он перестал работать. Вот здесь он видит. Сейчас думал. Дума нету. Дума. Заслипали сейчас Phantom Lancer. И Доппельганги в сторону. Доппельганги в сторону не получилось. Похарасить здесь. А у Тинкера еще нету травелов. Десятая минута. Видимо очень сильно загнобили в миде. Так, есть Мидас. Зацепили сейчас наглую. Сейчас цепляет здесь у нас ТА. И просто убивает с руки. Просто отдыхающего смотрел за фауной местности. И просто умирает здесь Найт Сталкер. Фраг лишним не бывает. Да. И сразу же 6000 Нетворца. Упадет здесь еще и Тавр. Тавр должен здесь падать. Пытается заденать. Но работает коляска. Не успевает добить ката. Не получилось закрыть шардами. Тинкера внизу тоже нашли. Вдвоем ребята. И Тинкер отдаляется от своего телепорта. Прокачал он ульту. Да. Уйдет в леса скорее всего. Но если уйти в леса. То негде будет фармить сейчас Свену. Двух Тавров уже нету. Первых. На топе и на миде у команды ХФЗ. Немножко проседает. Два Канетворца отстают от своих противников. Тинкер и Зет. И приходит сюда Тинкер. Отспамливает своих маршов. Liquidfire по Тавру. Еще немножко задел Тинкера. Шестой левел у Таска. Скоро будет грыженные стики. Урна на руках. Умни Найт девятого левела. Умни Найт ребята девятого левела. 300 голды будет у него мека. В драке это будет нереальный дисбаланс. Думаю срочно нужен будет даггер. Чтобы выключать этого персонажа из драки. Если же этого не сделать. То много чего будет на смарку. Когда есть. Какой счет в серии? Счет в серии 1-0. В пользу команды Тинкер и Зет. Кто первую карту взял? Первую карту взял Тинкер и Зет. Прошлая карта. Разве не БО-3? Почему с другими катают? Проблемы сейчас наблюдаются у ТА-2000. Возможно что-то не так с компами. Они возможно играют с клуба. Насколько я помню. Вчера они реально сидели на лане. В компьютерном клубе. Возможно сегодня то же самое. Это стак Хакона? Да, это стак Хакона. Вот сам Хакон. Киоши. Подписался. Арк Варнин переподключается к игре. Скоро будет анпауз и игра продолжится. Мантису особо никто не мешает. У него есть телепорт. Соответственно он сейчас может пойти на любую драку. Здесь если будет драка, то он подлетит к Шрайну. Внизу если драка, то Т1 до сих пор стоит. И все. Он в теме всегда. Главное сейчас аккуратнее сыграть здесь Би Севену. Би Севеном большая выживаемость за счет Доппельгангера. Ну не знаю. Мне кажется, что Фантом Лайдер один из тех героев, которых сложно контурить на ранней стадии. Но можно. Дум. 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 Наш ходит. Би Севен заметил думать сразу, что в леса затарили. Затарился. Пока активность только проявляет команда ХФЗ. Они напрягают сейчас нижний лайн. Тинкер здесь тоже находится. Улетает. Наконец-то он дофармился Питровы Ла. Ну 13-ая минута. В принципе поздним таймингом это конечно считается. Но нормально. Лучше чем ничего. А в миде это выпад на Тузко. Тузко проблемы. Тузко закрывает Иром. Тузко не сумел закрыться в Сноубол. И... Да. Репел. Не успел Мальти здесь подбежать. Нека у него есть. И через Гатстранч забрали у нас Таска. Внизу. Что у нас тут? Что тут друг друга? Фантом Лансер просто экспится. А Дум ждет пока выйдет Фантом Лансер. И выходит Фантом Лансер. Здесь может его и... Ой. Не успевает Доппельгангер в сторону. И сразу же разводит на Иллюзии. Опять же Иллюзия проседает. Он не знает кто из них кто. Убивает Иллюзию. Не рискнул закидывать Дум в Иллюзию. Примерно предполагал, что возможно его сейчас разводят. Часто делает этот трюк у нас Би-7. В смоках ребята находят здесь Тинкера. Тинкер здесь никуда не уйдет. Тинкера здесь закрывают, отправляют в таверну. И пожалуйста. Тинкер очень сильно просел. 0-400 Та. Дум-33 у нас бегает. И будет падать третий Т1 на вышку. Здесь есть Ликвид Фарер. Здесь есть со своими иллюзиями Фантом Лансер. Скоро будет у него уже Диффуза. Соответственно очень много урона сейчас будут наносить ребята. Иллюзионисты. Против любого другого персонажа. Но есть Свен. У Свена есть уже Масков Мэднесс. Есть Эхо Сабр. И Сноубол. Вот Дума. Дума должны закрыть. Есть же шарды. Шарды. Где твои шарды? Шарды в КД. Репел висит на... И хорошими шардами закрываются. Ну подставили немножко Джекироса. Джекирос здесь скорее всего умрет. Джекирос умирает. Дум висит на Омни Найт. Омни Найту надо жить в любом случае. И на развороте ребята закрывают сейчас Дума. Есть Гардианс Энджел от Мантиса. Но не хватает немножко маны. Но есть же стики. Стики есть. Добили все-таки ребята. Но продали при этом Би Севена. Можно было все-таки засейвить своего тиммейта. Прилетает сюда Арк Вардан. Замедление работает на Свене. Свена скорее всего Сноубол. Все втроем нападают на одного Свена. Прилетает сюда Тинкер. Ну так себе по-моему будет здесь Тинкер. Нет. Хотя нормально. И проблемы здесь сейчас у Гот Дэма. Гот Дэм здесь умирает. Мантис отхиливается сам себе. Арк Вардан просто на развороте разваливает. Не дает улететь с тебя Тинкер. Тинкер умирает. Проблемы сейчас начинаются у Бейна. Здесь перед ним появляется Спарк. Спарк его задевает. Замедление работает. Еще один Спарк. И скорее всего Дум Бейн тоже откидывается в таверну. Дум уже успел вернуться в драку. Перификейшн на... Нигуай спас хороший. Дальше не стоит лезть. Ребята, здесь уже Найт Сталкер. У него есть свой день наступил. И Мантис начинает убегать. Спарк заденет сейчас Дума. Он замедлится. И будут-будут как-то пытаться забирать. Свен тоже уже ворвался обратно в драку. Ну не знаю. Затянулась эта драка. ГС включает у нас Свен. Закрывает Вайс Пасс. У него маны, к сожалению, нет. Репел на себя. И пытается уйти с ноги сейчас. Прилетает сюда еще и Арк Вардан. Он будет наваливать сейчас Бейну. Бейну очень больно. Бейн, скорее всего, откинется. Да, Бейн, по-моему, за эту драку три раза умер. Если не ошибаюсь. Вот за эту затяжную драку три раза он уже умер. Зато Арк Вардан просто аннигилирует сейчас. У него за каждую драку, по-моему, по два-три фрага он сделал. Десять тысяч на Творца вперед вырывается. Свен пытается его как-то догнать по на Творцу. Но две тысячи отставания. Тысячу отстает у нас Фантом Лайнсер. В прошлую драку его жестко продал немножко Мантис. Побежал за Думом. Думом все-таки он добил. Но мог бы, мог бы, нажав стики, спасти своего керри героя. Диффуза есть уже. О, без Севена. Так. Ну, Темплар. О, Темплары, говорю. ТА-2000 уже пятнадцатый уровень. Триста пятьдесят здоровья. Талант берет. Ну, стандартные таланты. Да, возможно, есть. Десять процентов, не знаю. Хорошо. Посмотрим, что у Таска есть. Пока Таск ничего нового не появилось. Он в инвизии гоняет наверху. У Фантом Лайнсера Диффуза были. У меня Найта Худ появился уже. Да, скоро будет, видимо, Пайп. Плюс еще и Гардиансы. Гардианс Грифс. У Джокероса. У Джокероса... Джокерос в этот раз немножко богаче смотрится, чем в прошлой игре. Аркантапки у него есть. При этом варды постоянные тоже есть. В этой игре немножко отпадает Кант. Он реально бомжует сейчас на этой карте. У Свена уже есть Даггер, да. То есть неплохо, в принципе, влетать в драку. Как раз он не успевает догнать своих оппонентов. Тинкер. Скоро будет Даггер тоже, да. Теперь уже будет тяжелее. Вот цеплять каждый раз Тинкера. Найт Сталкер Аганим. Сразу начинает делать Аганим, да. То есть хочет он Аганим. Вот дома у нас... Это у нас получается ШБ в будущем, да. ШБ намечается, вот дома. Амулет приносит. Так, немножко рисково стоит сейчас Найт Сталкер. Если его найдут. Хотя нет, наоборот. Они небольшой такой план Капкан здесь строят. Докупает Яшу уже Фантом Лансер. Все сильнее и сильнее становится. С каждым разом Фантом Лансер. И Би Севен лишний раз не стал рисковать. Понимает, что ульту поражал Найт Сталкер. Надо отойти в другую сторону. Уходит наверх. Те его тиммейты находятся рядом. Теа уже начинает набирать обороты. Мельнир уже у него появился. Тут находят его. Найт Сталкер увидел носики. Сразу же накидывает на себя Мельнир. И Кант ставит очень агрессивный вард. Вард нападения. Да, хотят они видеть, что происходит здесь. Именно на этом промежутке карты. Ребята прожимают Смаки. Рад 2-3 челика уже в Смаках. Кроме Фантом Лансера. Они будут нападать на кого-то. Здесь стоят чужие варды. Главное, здесь не спалиться. Команда противников находится на другой стороне карты. И будут байтить на тавр. Да. Аркварден, Фантом Лансер. Очень быстро сносят тавра. При том, что у них свои-то тавра до сих пор стоят. Тинкер улетает вниз. Ну, скорее всего, отдают. Просто без размена этот тавр. Ребята прожимают Смаки. КВЗ. И пытаются как-то контр-иницировать здесь. Но ничего не получается. Тим КЗ просто отходит на ноги назад. Но вот здесь спалили Арквардена. Аркварден все-таки спалился на этом варде. Его, скорее всего, здесь могут сейчас убить. Если чуть-чуть расторопнее не будет, он здесь. Так, видят здесь Курьера. У Свена есть ГС. ГДС. Дальше что? Дальше что? Дальше просто отходим, ребята. ГДС активировали и просто улетают отсюда. Никого здесь не нашли. Побоялись поддраться здесь, ребята. И просто вышли. I don't know who wins. Так. Ну и просто иллюзию с руки начинает грызть. Да. Догрыз. 180 голды при этом заработал. И... Нашел ли он? Да, нашел. А в серв понимает. Прекрасно поняли, ребята, что, скорее всего, их здесь видели. Даггер будет скорого Арквардена. Буквально с секунды на секунду. Здесь в спине у нас ходит Кант. Он увидел здесь Джеки Роса. Ребята находятся в этой позиции. Ну... Так. Аркварден здесь замечает. Бэйна. Так. Еще и просканировали местность. Они знают, что здесь находятся ребята против противоположной команды. Два Спарка уже стоят. И надо как-то драться. Позиционка ужасная сейчас у Тимки и Зет. Находят здесь они. Все-таки ГДС врубает. Свен влетает в драку. Умник на это грызут. Хорошая! И спас! Гардианс Энджел. И просто нечем драться сейчас. Свену забирают здесь Бэйна. Бэйна убивают. Свену пинают вверх. Свену должны добрать. Свену добирают. Умирает здесь Фантом Лайнсер, к сожалению. Не попадает айс пасом по Найт Сталкеру. Зато видят здесь Дума. Дума закрывают. Дум пытается уйти на Телепорт. Не успевает. Перификация от Омни Найта. И умирает здесь еще и Дум. Зацепились сейчас Тинкера. От Тинкера проблемы. Закрывают шардами. Сноубол в него летит. Он далеко дальше не убежит. Байбекается он сам. Дальше-то что? У вас минус. Старонаской пахнет. Он откидывается ракетами. Нажимают они Портификейшн. Чуть дольше будет жить. Конечно, в любом случае башня. Но этого будет мало. И находят здесь Найт Сталкера. Найт Сталкер пытался немножко отвлечь внимание от Тавра. Падает здесь Тавр. Падает здесь милишный барак. Нету ультов. Главное вот то, что понимают сейчас ребята из Тинки и Зет, что ультимативных способностей у врага нету. Нету ни ГДСа. Нету ульты Финсгрип у Байна. Нету Дума. Соответственно, можно спокойно забирать. Даже самих героев нету. Спокойно забирают мидл. Хороший выпад. 14 тысяч голды впереди по... И по Экспе. Да, вот здесь вот это была решающая драка, где Арквардон разрушает башню. Видимо, вот вторая. И, соответственно, с этого момента они сделали прирост 5000 Экспе тоже. Неплохо. Мадик, это я. Сникерс. Ага. Прикольно. У Свена до сих пор нету БКБ. Вот что мешает сейчас реально в драке, команде, самой команде. ХФЗ это то, что у Свена нету БКБ. То есть даже в БКБ, когда ты влетаешь, вы если не успели за эту драку выключить, он не Найта. Кстати, он купил себе. Да, Гардиан Грифс. Теперь он купил. Это означает, что если его... В него, кроме Дума и Финц Грипа, если ничего не влетит, Фиром, если его накрывает Найт Сталкер, за счет Гардиан Грифса, он снимает с себя Сайленс и нажимает ГА. И бесполезным, абсолютно бесполезным становится Свен в драке со своим ультиматом. Ужас. Да. Кто кого перепикал, да, в этой ситуации просто. Наличие одного Омни Найта лишает твоего Кэрри возможности бить лица своим врагам. Ну, Тинкер, в принципе, неплохо накидывает. Делает он линзу. Очень поздняя линза. У него были проблемы в начале игры, в середине игры. И в конце. Вот здесь. Еще перед Тавером подставился. Заставили его байбэкнуться. От его байбэка просто не было толку. Хотя, может быть, и был толк, потеряли только один брак. И то, какой милишный. Так. Игра продолжается. У Дума, кстати, до сих пор не появился. ШБ. Ну, Тайгер бы смотрелся лучше на Думе, я думаю. Хакон, ну, не знаю. Ну, может, он просто хочет сжигать землю в инвизе. Ну, дойти до Омни Найта. В ШБ. При том, что, когда каждую драку перед собой ставят с Н3, почти что будут. Как только появится ШБ, в каждой драке будут с Н3. Глиммер появился у Джекироса. Пайп. Гардианс Грифс. Грифс очень такой плотный сейчас, он не Найт. Здесь просто нету коров. Смотрите, суппорты грызут Рошана. Только вот появляется у нас и коры, и сразу же забирают Рошана. Аегис достанется ТАшке. Да, он забирает. Аегис. Постоянно бедного Би-Севена. Би-Севена составляют. Монтай есть. Выход в Тараску. Пожалуйста. Еще более плотнее становится сейчас. Би-Севена на 15 левеле берет еще 250 к здоровью. Ну, вот и все. Не стал брать урон от копья. Просто здоровье. Плотность одевается. С Тараской. Как убивать Фантом Лансера? При том, что надо угадать, кто из них Фантом Лансер, чтобы сделать... Дум повесить на него, да. При этом надо угадать. И, во-вторых, после того, как у него появится Тараска, вообще, возможно ли убивать этого персонажа? И падает Шрайна уже потихоньку. Рабочий Шрайн, кстати, да. И Свен у нас внизу дофармил все-таки себе БКБ, но немножко без байбека пока сидит он у нас. Нет, все-таки появился байбек после подобранной крипов. И ребята заходят по топову. Будь из Тинки и Зет. Он знает, что где-то рядом находится Тинкер. Конечно, они все это понимают. И все равно заходят. Где же... Да, вот, 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 вот здесь у нас. И просто опять с Алинова залетает иллюзия. Свен активирует. Так, все-таки зацепили Умни Найт. Умни Найта грызут. Не смогли засейвить, ребята. Свен в БКБ очень силен. Да, Шарды под себя, но этого мало. Хороший, конечно, Макропера. Но этого тоже мало. Умирает здесь еще и Таск. На развороте какой-то хороший сон. И плюс Финс Грипп. И заваливает здесь Дума тоже завалили. И завалили еще и Бейна. На развороте, в принципе, ТА накидывает. Сурки неплохо. Би-7 тоже напрягает очень больно. И должны как-то догонать. Айспас хороший. Здесь еще от Молнии умирает у нас Найт Сталкер. Пытается телепортом уйти Тинкер. Тинкер не... Тинкер успел. Байбэк есть. Но пишет ГГ ребята из команды ХФЗ. Это 2-0. Для команды Тимки и Зет они проходят в финал. Финал, где будут ожидать своего оппонента пары Каманчи СТФЕ. Да.